приветик записываю вторую часть модели который у нас киберпанк но к сожалению мне тут было перебой с интернетом или со светом по-моему со светом точно со светом вырубила и у меня не записалось короче это часть где я моделил получается торс ну это опять же примитив ну и курточка тут тоже имеем что имеем продолжаем с этого момента выстраиваю пока примитивы из трубки сделал и ноги и руки и собственно и торс тоже из трубки сделал все из трубки то есть выстраиваем здесь еще немножко поработал с со светом выстраиваем модельку у нас уже идет асимметрия каких-то частей тела уже выстроена по ракурсу голова ну то есть по концепту концепт стоит и выстроены уже по ракурсу тела то есть она немного повернута такой небольшой в общем небольшая асимметрия здесь я решил кое-какие мыши соединить чтобы мне удобнее было ими манипулировать и я тут пропустил небольшой нейминг чтобы опять же мне было удобней найминг обязательно разбил на разные части тела ноги и руки дальше работаю уже ну вот я не стал сразу ставить вторую руку это зеркало потому что уже идет асимметрия после рендера вот мы уже совсем по-другому встает и пока просто так прикинул выровняем после рендера после рендера будет совершенно другая рука это для того чтобы выстроить примитивы ну либо работать индивидуально с каждой конечности а либо можно задублировать выбираешь сам как тебе как хочешь извратиться если надо побыстрее то работаешь с каждой конечностью индивидуально ой наоборот если надо наоборот побыстрее то дубли дублируем а если нет никуда не торопимся все на славу move slow ну в общем когда мы никуда не торопимся делаем каждую отдельно прорабатываем в общем маской разбил на две части это у нас получается штаны и сапоги сразу разбил и залил цветом какие-то элементы своровал уже готовые смазки взял и задублировал трибом разделил немного видоизменил и вуаля это у нас наплечники парам парам пам 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 вот наплечники готовы цвет немножко изменил мышь подровнял новым расположение такое быстрое выстрел удалил старый а этот за дублируем ну то есть сделал дубликат расположил его опять же подровнял расположение мы вам все подравниву дачу ты тут не могу попасть прямо и кое-как начале видео забыл вам сказать ребята видео длинные готовьте там побольше всякой гадости там вкусняшек и все такое чтобы ну да 30 минут и конечно не каждый высадим не высидит на этой на этой минуте да многие закроют видео и не будут смотреть до конца но я пора должен в общем острой кистью начинаю работать с гранями этого наплечника делая его не текстурным нет ну более интересным добавил острой кистью интересные орнаменты даже дальше курточку работаем с верхней и нижней частью а точнее раздельно конечно же средняя отдельно вот и выделил верхняя отдельную нижняя день для чего спросите вы для того чтобы мне ну как это очень наложить на как ты накладываешь текстуру штампом чтобы текстура не легла на те мыши к то есть на эту часть машина которая на мне не нужно поэтому я ее отделил маской наложил текстуру такую интересную ну похожая на кожу но не кожа в общем плотная такая текстура сделал небольшой орнамент что он как будто такой шовный такой весь красивенький такой не бронежилет а такая плотная какая-то нано куртка что ли на 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 жилет вот так то есть он какую-то функцию спасение здоровья своему подопечному несет это все у острой кистью выпиливаю и у меня получается когда я выпиливаю у меня не вылазит на то часть мыши которую не нужно потому что и сразу маской отделил у меня воротничок и нижняя часть это делают резиночка вот здесь поработав острой кистью я решил добавить вот на вот именно вот эту вот плямбочку это как бы нашивка решил добавить на орнамент вот такой вот орнамент уже готовый можете в интернете легко найти создал собственную текстуру и уже вуаля у нас получился орнамент такой типа орель но это на самом деле не орель это сойка но кажется что орель поэтому птичка какая-то ну придает такую не знаю и вот этому персонажу характер такой выраженности какую-то то есть уже мы думаем ага этот персонаж не такой-то простой что-то он делает очень быстро и молниеносно да мы еще не знаем что будет но по концепту видим конечно же уже понятно что будет но кто не видит в общем тут я работаю с выстраиванием правильным положением потому что у нас идет асимметрия куртку нас идет не симметрично вот небольшие тут когда я мыши мы разделял по из маска разделял мышь немножко вылез когда ты когда я делал ремеш у меня полигоналка немножко кривенько легла ее уровень смол потому что были места где я утончение сделал то есть тонкий тонкий мышь стал и когда ты получается делаешь ремеш это место сетка сжирает дальше работаем с разными интересными гранями которые вот у нее по концепту если не знаю видно не видно в общем у нее такие грани тут идут как что-то типа кибер костюма спой ну пояс получается пресс пояс то есть он кибернизированный такой более механизм то есть ну в общем создаем стиль киберпанка стараемся придерживаться не создаем да 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 немножко тут поколдовав с этим получается мыши я его разбил на разные части сделаны этому мыши интересные грани и разровнял плоской кистью сначала а потом обратно откатился потому что агрессивность теряется ребята нужно агрессивность именно в острых гранях есть агрессивность дальше ставим и поясок так как он тут много составной поясок с поиском я тоже тут и немножко помочился вроде как бы думал сначала сделать его ну как как объяснить то идеально ровно но нет я взял немножко немножко вот обрезал его тримом и соединил с нижней частью часть вот этого элемента пресса в общем-то тех грани примешно конечно же разровнял выровнял и не стал соединять ее просто пока на пациенту сена идет монолит но как раз вот эти элементы которые сейчас добавляем это и будут элементы визуале то есть визуально нам будет казаться что эти элементы как раз как соединительные элементы которые идут с этой бляшкой чем с помощью нее держится дальше работаем над на не знаю как это повязка да получается в общем повязку мы сделали с помощью инструмента уже подсказку сделал видео я уже 500 раз говорю горшок самый классный инструмент который выдавливает любую абсолютно форму вообще классная форма с помощью вот этого горшка можно всякие всякую броню делать вообще просто твоя фантазия не знает границ то есть ограничение только в твоей фантазии но в общем и делаю в общем в общем опять это слово паразитом надо поработать над собой делаю с помощью горшка этого такой красивый не передничек ну это на напишите в комментарии что это как это называется я забыл пусть будет передничек там накладываем римашем накладывание текстуру делаем его более ну то есть цвет более выраженный получается на ногах мини выраженный на вот этом переднички более выраженный и делаю острый кистью небольшую окантовку так красиво папа такой чтобы что-то бросалось глаза нет не золотую то что я вон видели отказать откатился назад здесь у нас практически так же как им на кучке вот такой получился орнамент красивый я там скрыл мышь как я делал волос да это как раз тот момент когда я сделал волос и не записал в этом же моменте я пока создал один слой ну то есть вот он будет много составной там ничего сложного сложность только в первом волосе а дальше выстраиваем получается по положению по нарастающей то есть как бы как как я не знаю в клинике где по пересадке волос с и не знаю с любой части тела тебе обратно в голову примерно то же самое ты наращиваешь наращивающий каждое каждый слой всего больше 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 потом просто разравниваешься это дальше поработать нужно с телом добавить интересных граней хоть и здесь и не видно никому да и я не ленивый решил создать интересную грань мэш и еще один переходный и еще один и еще один и и такое что-то типом вот это уже киборг да что-то типа баранит может быть может быть у нее кибернизированное тело кибернизированный и не знаю там легкие почему нет остальное все ее поэтому тут фантазия фантазия и отделив маской выстраиваю нужное положение руки с помощью гизма и конечно же тут я так увлекся сильно что забыл самое главное про нейминг нейминг наше все чтобы не заблудиться в в дальнейшем потом и его каком-то ну возможно дополнительном рендере или редактирование нейминг тебя всегда спасет делаю последний интересный самый элемент догадайтесь куда конечно же создал еще на него гравировочку такую красивую маской отделяем гравировку чтобы на соседнюю сторону точно здесь гравировку новое тело да 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 а может и нет ну что да решил сделать другую гравировку поинтересней но как бы тут просторы интернета наши всегда пестрят поэтому я думаю не состоит вам труда тоже также найти для себя конечно делаешь инверсию получается здесь у нас цвет белый на черном нам нужно сделать черный на белом правительство и уже с помощью вот этих вот орнаментов гравировку делаю хоть она там будет и заметно может быть кто-нибудь разглядит вдруг кому-нибудь понравится такая просто ювелирная работа есть этот тот момент когда ты делаешь как это не быстрее быстрее у тебя горят какие-то там сроки это тот момент когда ты делаешь в удовольствие раз сидишь колупаешься с каждой с каждой можно сказать гранью сидишь и и выдавливаешь никто не будет разглядывать ее а а тебе в кайф и конечно же этого гравировку орель где она будет она еще будет уменьшена на быть настолько маленькой что и никто не увидит и она будет до голове вот такая вот забавная штука ну это нужный элемент от концепта практически не отхожу стараетесь прям максимально на 270 процентов придерживаться да вот еще решил добавить как бы многослойность поиска придав опять же многогранность я просто понял что фишка в том что киберпанк это вот как раз вот это вот кибернизация робототехника возможно следующем видео обязательно подписывайтесь увидите концепт почему бы нет какого-нибудь киборга ну и него такого а робота прям поэтому как найдет на меня и возможно я запишу видео это вторая часть видео здесь к сожалению мы не увидим точнее вы не увидите финальную стадию обязательно ждите третьей части а дальше я занимаюсь чем ну это не на выглядит как наплечник но это элемент брони который защищал бы ее сбоку потому что по концепту есть он делаем такой же орнамент клонируем его располагаемого выравниваем и у нас получается вот такой вот интересный интересный и конечно же наносим такую же текстуру как и на куртке дальше клон дубликат на другую сторону проверяем ракурс супер вот такой вот у нас пока пока персонаж получился много деталей много поэтому видео очень долгое и съем дл нудная нудю сижу тут вам рассказываю как я все это сидел делал а на самом деле внизу в описании я вам оставлю ссылочку я сижу под классную музыку просто модели что мат под музыку очень круто моделиться сидишь на своей волне и даже не замечаешь время как пролетает перед глазами как я уже сказал ранее главное выстрелить одну первую прядь а дальше идет как в клинике пана по наращиванию волос ска работаем с каждой прядью ну то есть увеличивая меняя ракурс с помощью инструмента зимов гизма выстраиваем и у нас потихонечку начинают появляться неожиданно волосы ни хрена себе вот и вместо одной какой-то волос не малюсенькой у нас начинает образовываться целый прямо такой богатый урожай на голове ну вот дальше тут делаем ничего необычного тут мы выстраиваем добавляем наращиваем 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 и у нее там серединка останется вся не наращенная я уже потом взял пучок такой смешанный объединенный прям взял несколько пучок целый волос и вот-вот-вот будет смотрим по ракурсу по бам шевелюра ну еще тут шевелюры нужно поработать на шевелюре ну то есть шевелюру еще нужно немного разровнять по ракурсу но принципе да принципе готов вот я все объединяю в один наш у нас отдельные волосы дальше уже с помощью инструмента move я разравниваю эти волосы тела был более хаотично чтобы у нас не было смотрелось эргономично чтобы волосы были такие как однородной массы и какой-то я не хотел делать не хотел делать ни в коем разе волосы одной одним мышим который как вот не знаю не знаю ну в общем хотел именно сделать детализированный поэтому искал как это сделать сделал детализированные волосы можно было конечно заморочиться можно можно прям сделать было тоненький-тоненький волосочек вот прямо тонюсенький не как дреда у нее а вот прям тонюсенький ну тогда было бы конечно ну там прям шик ну опять же шик это для кого чисто так для себя самолюбие свой потешите что ты сделал там не знаю две с половиной тысячи волосы то и больше волосинок этих нарастил дальше ладно отвлекся дальше работаем уже с орнаментом ну так сказать по дизайну также на штанах штаны у нас то вы тоже какие-то много составные с интерес с интересами такими ну не кривировка в общем и построй кистью я выдавливаю швы как бы соединительные элементы ну как как будто поликалу когда делал в общем он как костюм будущего не знаю термо какой-нибудь термо какие-нибудь супер штаны и бах изюминка на торте а гравировочка на боковую часть брони ноги так здесь работаем с последней частью этой ноги это у нас сапог в общем голенище у них икра ступня ну в общем это сапог надо забыть это слово общем это сапог выстроив его по расположению я решил сделать интересный мэш как будто она летит на таком может быть смотрели фантастическая четверка там был серебряный серфер в общем вот опять это слово промикнуло были сделал такой блестящий диск как серфер и он еще зеркальный очень крутому посмотрите и стиле таком киберпанк дальше работаем с руками так как руки у нее вы поняли уже не и но и миду не органической и и может быть и и нощем они короче многосоставные доска и всего не разделим мышам и сделал прошу прощения предплечье отдельным цветом дальше буду работать уже с кистями это самое мое любимое занятие вот здесь еще интересный орнамент подчеркивающий как сделаю ссылочку в описании как в первой части говорил главное сделать акцент у нас акцент концепта на самую яркую его часть это мечи дальше получается у тебя взгляд идет потихонечку наверх ну сначала на куртку потому что там желтый элемент потом уже на голову голова прямо очень последний момент но с куртки вот с этого я не знаю как этого резиночки которые золотая переходит на яркие волосы поэтому хотелось мне очень сильно хотелось оставить этот концепт но я его немножко как обычно изменю уже сделаю под другой стиль под свой добавил еще пучок небольшой пряди сказать увеличил объем волос вместо head and shoulders а там увеличил объем волос добавив пряди тот мышь я клонировал заменил маленькое расположение и все у нас получилось дальше получаю дальше у нас работаем с ногой поработав с одной ногой начинаем работать с другой все просто на это будут какие-то элементарные задержки видео это скорее всего я куда-то отбегал возможно по важному делу и мы продолжаем продолжаем ну я прям не знаю тут прям так убился прям я хотел сделать очень идеально прям хотел идеально сделать и пропорцию и форму чтоб она прямо очень сильно похоже было на концепт можете оставить в описании свой комментарий сказать да получилось или нихрена не получилось все заново переделывай поэтому да смотрим но здесь я смотрю просто расположение пропорцию как она смотрится ну все ли со всех ресторан как мне хотелось бы и мы работаем с не побоюсь этого слова с капа рульками выстраиваем полы палчики сделав один лишь мы просто клонируем немножко его положение изменяем потому что пальцы все разные какой-то длиннее какой-то короче какой-то толще какой-то в общем у нас идет убывание нарастание такой знаете на вот выстроив большой последний палец конечно же выстраиваю его так то есть положение кисти что в будущем руке будет держаться оружие сами видите по концепту поэтому это не тот случай когда я из там убийцы делаю лучницу ссылку оставлю в описании когда именно так и делаю когда у меня убийца и бабах у меня получилась лучница в общем смешиваю пальчики ну то есть соединяю вместе у нас получается цельная кисть и добавляю тут ну не текстуру я не знаю просто грани придающие именно вот эту вот стилизацию кибербанка и все и наконец-то у нас ну здесь выстраиваю конечно же ракурс по положению потому что нужно выстроить ракурс так чтобы у нас получается меньше еще так аккуратно должен лечь все время вот это вот переживал за это и да как вы догадались я начала работать индивидуально с другой рукой не стал планировать ту представляете у и мазохист вот что конечно ну придет придало индивидуальности убрал волосы чтобы удобней да а вот здесь я это не стал с этим работать индивидуально получается предплечье клонировал а вот уже плечевой сустав и получается бицепс где трицепс бицепс здесь я индивидуально поработал над этим элементом с мувиком все это разравниваем выстраиваем где-то уже я наношу разную слойность и разные оттенковую цвет где-то получается темнее где-то светлее то есть я уже можно сказать уже рендерю и конечно же сделаю дубликат второй кисти то есть тоже тут ничего нового элементарный примитив элементарный примитив он нужен был для того чтобы потом по этому примитиву мне выстроить ну соответственно положение ну то есть выстроить руку поэтому и потом можно было удалить принципе кто досмотрел до конца это просто моя благодарность прям супер-пупер что досидели до конца на этом вторая часть закончилась ждите обязательно запишу постараюсь через пару дней третью часть финальную она будет конечно же покороче тут у мне осталось самое легкое ну я так думал что это будет самое легкое это будет меч так как он тут много состава но и кибернизированный поэтому довольно таки интересно будет третья часть поэтому ждите еще раз благодарю кто смотрел до конца всем пока пока